В общем, разложила я вот эти коробочки сейчас, собрала я их. Вот так они выглядят изнутри. В общем, чехольчики вот с такого пледика. Но потом посмотрите, я вам покажу всё дома уже. Кстати, картиночки очень Насте понравились. Она тоже такие хочет. Такой клёвенький костюмчик. И на тебя он прям как раз. Это твой размер, Настюля. Всем привет, мои хорошие. Начинаю новое видео. Днём просто не было времени начать. И утром не было времени. Утром встала, и с утра пораньше давай монтировать видео. Видео заняло у меня много времени. Это моя поездка в Икею. Ну, что сказать. Я вчера приехала домой. Вот это вот выложила на пол всё. Ну, сегодня немножко убрала уголочек, шкафчик поставила, эти коробки. Не было времени этим заниматься. Ну, вчера вечером уже перед сном как бы и сил не было. Я посидела ещё, кстати говоря, вот это вот алмазное дело. Картиночку доделала. С цветочками. Анютины глазки, кажется, называются. Красивая картиночка такая. Ну, в рамку ещё ничего не делала. Тоже пока не до этого мне было. Вот. Надеюсь, у меня завтра всё-таки с утра найдутся силы. И ничто меня не будет отвлекать. Чтобы уже в коробке в эти все разложить то, что я хотела разложить. И, в общем-то, порядок ввести кое-где. Кое-какой. Ну, всё. Вы узнаете своё время. Сейчас я иду в садик. Забираю Настю. И отвожу её на тренировку. Настя сегодня не со мной. А завтра вечером она будет со мной уже вечером. Вот, кстати, до её прихода из садика мне нужно будет закончить все свои дела. Ну, всё. Двигаемся дальше. Не знала, что мне одевать сегодня, честно говоря. Ну, два дня я вот в кофте парилась. Хотя вроде было попрохладнее. И облачно было. Не так солнечно. Сегодня вроде солнечный день такой. И вот думала, одевать кофту, не одевать. Потом думаю, да не буду я одевать. Не замёрзну я. И, честно говоря, на улице такая же температура, как и дома. У меня сейчас дома 26, а на улице тоже 26. В общем, нормально. Не холодно и не жарко. Нормально. А пух летит. Ветер как подует. И понеслось. Надо закрывать всё. Глаза, уши, рот, нос. Всё. Всё надо закрывать. Я смотрю, люди одеты по-разному, но в основном все раздеты. Мало кто парится в пиджаке или в кофте. В основном всех короткие рукавчики, смотрю. Ой, хорошенькая погода. Пахнет свежестью, зеленью. Классно. Вот так пройтись по воздуху. Когда дождь, гулять не хочется совсем. Я смотрю, уже на деревьях вишня или черешня. Что это, не могу понять. Ну, посмотрим. Что это такое? Черешня или вишня? Кто знает. Скажите, пожалуйста. О, тут вот лучше видно. Хотя я думаю, что здесь есть деревья и с черешней, и с вишней. Ну, это наш интернат. Там тоже, вот я смотрю, во дворе уже поспели. Уже розовенькие, где-то красненькие. Скоро можно будет собирать урожай. Всем привет! У меня сегодня, завтра, то есть праздник. И когда меня бабушка забирала, мы делали большой-большой флаг. У нас был большой флаг, и мы там его разукрашивали. А что это за праздник? Праздник? Не помню, не помню. Самое главное, что праздник и все, да? Да. Ну, все, а сейчас мы куда идем? На тренировке я выучила один танец. Очень хорошо, молодец. Ну, пойдем. На День России. Хорошо. Ну, все, всем пока-пока. Бабушка косичку заплела, такую гулечку сделала. Все, иди, давай. Пока-пока. Все, девочки, пришла я домой. Что я купила по дороге? Я взяла в палатке клубнику и черешню. По 200 рублей то и то. По 140 рублей это розовые вот эти помидоры. Взяла два штучки, у меня еще есть чуть-чуть. И зашла в пятерочку, девочки. Взяла кекс ванильный. Хочу его испечь, но только не сейчас. А почему не сейчас? Потому что я набрала еще булочек. Завтра Настя будет у меня. И, в общем, буду я внучку угощать фруктами, булочками. Булочка одна идет с изюмом, другая идет с корицей. Такая сладенькая, с глазурью. Булочка с маком еще. Ну, хлеб взяла, вот такой десертик еще взяла. Тоже внучку угощу, шоколадный. Вот это вот первый раз я увидела в пятерочке сметана, девочки, из топленых сливок. 15-процентная. Но очень мне интересно, что она из себя представляет. Что она на вкус из себя представляет. Я даже не знаю. Прямо любопытно уже. Так, ну я не знаю, сегодня, может быть, я открою. Но когда я ее попробую, я вам скажу. Покажу вам потом, когда открою. Так, что еще я взяла в пятерочке? Взяла сосиски. Взяла вот такой карандаш пятновыводитель. Мне интересно его попробовать. Ну и пищевая пленка. Тоже пригодится в хозяйстве. Ну, в общем-то, и все. Всем доброе утро, девочки мои. Я сразу перескочила на следующий день. Ну, я вчера уснула очень рано. Я вчера поделала свои дела, почувствовала усталость. И, в общем-то, прилегла. Пока я что-то там смотрела. Даже свой сериал любимый. Вечность, кстати. По телевизору идет. Ну, такой легкий сериальчик. И я уснула. Потом проснулась уже 11 часов. Выключила телевизор. Все выключила. И давай спать дальше. В общем, проснулась 4 часа сегодня. Сейчас сижу, пью кофе. И вот, думаю, я вспомнила, что у меня куча дел недоделанных осталось. Коробки, которые я купила в Икее. Они у меня так сложены и до сих пор лежат. И, в общем, я сегодня решила, что нужно с утра, прям пораньше, со свежими силами заняться этими коробками. Нужно их заполнить. Я решила просто перебрать кое-какие свои вещи и в коробки положить там вещи, которые, может, мне малы чуть-чуть, пока которые я носить не буду. Какие-то теплые вещи зимние тоже, может быть, убрать. Ну, освободить где-то вешалку, где-то полочки. В общем, заняться хочу своими вещами. Это, во-первых, с этими коробками разобраться. На сегодня у меня еще что запланировано. Мне надо не забыть вечером забрать чехлы на диван. Они уже должны быть сегодня пошиты. Сегодня вечером я забираю Настю. И у меня для нее лежат костюмчики, о которых она еще не знает, которые я хочу, чтобы она померила и показать вам тоже. Вот. Ну, и, может быть, если будет время, силы, еще рамки. Ну, у меня две картинки уже готовы. Хочу их в рамочке оформить и посмотреть, как это будет выглядеть в итоге. На стену я пока вешать рамки не буду. Наверное, потом, когда уже будет готово все, чтобы все рамки сразу повесить. Вот. Ну, и, может быть, кое-что же приготовить для себя нужно, потому что я уже подъела то, что мне было готово. И, в общем, если тоже будет время, будут силы, тоже надо что-то приготовить себе покушать. В общем, короче говоря, день насыщенным сегодня обещает событие. И, в общем, я так с утра пораньше встала и думаю, так, нифиг разлеживаться, надо вставать и делать дела. В общем, первое, самое трудоемкое для меня это вот перебирать вещи, при том, что нужно будет какие-то вещи, много, наверное, перемерить на себя, посмотреть, как это будет выглядеть по ощущениям. Сейчас носить буду или отложить это дело на потом. И, в общем, короче, порядок навести в шкафу, порядок навести тоже в комнате, наверное, придется еще тоже пропылесосить. В общем, короче говоря, нужно заниматься делами. Так что я сейчас засучаю рукава, которых у меня нет, и начну сейчас делать дела, девочки. В общем, разложила я вот эти коробочки, сейчас собрала я их. Вот так они выглядят изнутри. Я взяла специально разные. Ну, я беленькие хотела все взять сначала, а потом думала, пускай будут не все беленькие, чтобы я могла их отличать друг от друга, хотя бы понимать, в каком ящике что лежит. Вот такой вот, ну, как чехол, как чемоданчик такой, даже с ручкой еще, клеенчатый. На молнии тоже сюда можно что-то положить. Ну, и вот сумка тоже может пригодиться тоже в помощь. В общем, короче, сейчас буду перебирать все. Так, ну, а в шкафу у меня вот что. Мне единственное, что, конечно, хотелось бы, наверное, может быть, еще добавить сверху полку. И внизу у меня большое отделение, тоже может быть полку. Но если у меня будут вот эти коробки, посмотрим, может быть, эти полки не понадобятся. Девочки, а чемоданчик этот оказался очень вместительный. Я сюда положила очень много, ну, теплые костюмы, которые мне не понадобятся вообще летом. Так, закрываем на молнию все это дело. Вот, и такой чемоданчик можно положить под кровать, если кому, или в шкаф. Даже ручка тут есть, если что, так вытянуть. Так, ну, у меня сюда все вещи теплые поместились, в общем-то. Ну что, одно дело я сделала. Кстати говоря, у меня на верхней полке три коробки прям встали в притирочку. Прямо в притирочку. Можно было бы еще даже на эту полку какие-то коробки поставить. Только мне пока туда ничего класть. И еще одну полочку можно было бы даже сделать ниже, небольшую, для таких мелких вещей. Ну, подумаем над этим. А, у меня это потом... Это все равно есть сбоку место, куда поставить вот этот вот от пылесоса шланг. Так, ну и все, и внизу у меня тоже вот так вот порядок. Я все в одну коробочку сложила. Все хорошо. Более-менее уже приличненько. Девочки, ну что, две рамочки я уже повесила. Две картинки у меня готовы. И вот они прямо блестят так. Здорово. Ну, хочется еще сделать. Птичка. Видно, как переливается? Или не видно вам? На свету алмазики такие. И они прямо отсвечивают окно. И они прямо переливаются. Ну, вот эти вот рамки, они, да, возможно, кто-то скажет, что они большеватые, но здесь рамки рассчитаны на формат А4 лист. Поэтому, при том, что вот это вот здесь как пластик такой прозрачный, это не стекло. Ну и рамка как пластик. Поэтому они дешевые. 119 рублей стоят в Икеа. Рамочка одна. Вот. Ну, как раз вот для картинок таких она подойдет. Рамки я смотрела, которые форматом поменьше, квадратные, стоят 500 с лишним. Одна рамка. Но так как мне, допустим, вот я хотела бы сюда их повесить 5, еще сюда, сюда и сюда, то, конечно, большие деньги получаются. И поэтому я не стала уже. Я думаю, что вот эти рамки вполне-вполне даже сюда и подойдут. В общем, у меня будет такой уголок красивенький, с картинками такими цветными. Мне нравится. Собралась я, девочки, покушать и вспомнила, что я обещала вам показать вот эту вот сметану из топленых сливок, что она из себя представляет. Но она такого слегка бежевого цвета, но как крем-брюле с виду похожа. Она вкусно поминает либо варенец, либо ряженку, что-то такое. Но я, честно говоря, не рискую вообще вот этой сметаной заправлять салат. Я не знаю, как мне понравится или нет. Но в любом случае, вот вчера вечером я попробовала и сегодня просто на хлеб намазывать. И вот у меня помидорчики, розовый помидорчик. Можно так в прикусочку есть. В общем, можно будет подумать, что это вообще салат со сметаной. Как будто овощной салат вот со сметаной. Можно так. Ну, вот такой, вот такая вот сметанка. Ну, честно говоря, я взяла на пробу, но в другой раз я буду просто обычную классическую сметану брать, потому что я не очень-то люблю варенец и вот ряженку. Ну, на вкус как бы не очень. А так нормальная, в общем, сметана можно есть. Ну, что, девочки, управилась я с домашними делами. Не стала я снимать отбивные, как я жарю. Я сегодня отбивные пожарила, покушала с удовольствием, картошечку сварила. В общем, на ужин у нас есть что. Настя отбивные не будет. Она будет сосиски, если что. Фрукты есть и все такое. Вот. Сегодня, оказывается, короткий день в детском саду, поэтому я иду пораньше за ней. И потом нам с Настей нужно будет зайти и забрать чехлы. Мне уже интересно посмотреть, как это все будет выглядеть. На улице тепло, солнце светит. Вообще, на самом деле, это хорошо, что даже не жарко. 25 отличная температура. Жить можно. Ну, если, конечно, нету дождя, ветра, вот это вот такое, противного ничего, то туда все прекрасно, все отлично. Ромашки, тут розы растут, цветы красивые, кругом. Я не могу. Уже не снимаю, потому что останавливаться нету времени. Надо топать поскорее, потому что я не знаю, там вдруг детей быстро разберу, чтобы Настюля одна не осталась, чтобы ей там не было сквозь. Мне уже не терпится, чтобы она померила новые свои костюмчики, футболочки. Посмотреть, как это будет на ней сидеть, как будет выглядеть. Так, ну все, девочки, топаю поскорее. Увидимся. Раскаталась. Все, забрала Настя с садика, забрали мы чехлы, зашли на качельку покататься. В общем, чехольчики вот с такого пледика. Но потом посмотрите, я вам покажу все дома уже. Ну, пока посидим, подышим, погуляем чуть-чуть. Кстати, обратите внимание, сколько пуха. Как будто снег лежит, да? Вообще кошмар. Прямо везде в нос лезет, в глаза лезет, везде лезет. Фу, невозможно просто. Девочки, ну вот я забрала чехлы, смотрите, вот они сочетаются с покрывалом. Ну, чехлы, правда, в полосочку, но зато они одного и того же цвета. Это вот такой вот кремовый, или как молочный этот цвет. Кстати, вот эти вот занавесочки тоже, прямо этого же цвета. И все, теперь у меня не будут эти вот спинки выделяться. И все, будет вот так вот хорошо все выглядеть очень красиво. Кстати, картиночки очень Насте понравились. Она тоже такие хочет. Ну, покажи костюмчик, покажи. Покажи, ну, ты покажи там, вот на фоне, на фоне занавесочки. Так, а мы сейчас посмотрим. О, какой красивый костюмчик. Вот в этом костюмчике будешь у бабушки тут находиться. Ну, классно, классно. Нравится. И он как раз себе по размерчику. Вот. Ну, другие футболки мы, наверное, не будем мерить. Они того же размера, только другого цвета. Давай померим костюмчик с бриджами. Давай. Давай. Ой, какой костюмчик классный вообще. Ну, покрутись, покрутись, покажи нам со всех сторон. Ой, здорово. Слушай, ты такая моднячая. И кроссовочки одеть. Такой спортивный, такой клевенький костюмчик. И на тебя он прям как раз. Это твой размер, Настюля. Ну, все. Вот. Теперь как раз. Сейчас по этой погоде самый раз в этом костюме гулять. Да? Вот. Мне жарко будет. Ты рада? Да. Бабушка у тебя умница? Иди целуй. Иди целуй. Бабушка иди. Умничка моя. Все. Так, Настюша собирается домой. Сейчас посмотрим, как в кроссовочках костюмчик будет смотреться. Да прекрасно будет смотреться в кроссовках. Вообще. Легко-легко. Ну, кофточку тебе сейчас надо будет надеть. Сейчас мама придет, посмотрит на твой костюмчик. И оденешь кофточку и пойдешь домой. Все. Настя ела фрукты. Черешню даже не доела. Клубничка. Черешенка была. Картошечка. Да? Сосисочка. Помидорчик. Все. Наелась? Ты не голодная? Всем пока-пока. Увидимся в новом видео. Все. Родители поднимаются. Сейчас Настюшу забирают. И все. Завтра уже три дня отдыхаешь. Ты отдыхаешь. Да? Кто там еще будет отдыхать? Родители. Папа будет отдыхать. Ой. Ну все, Настюлечка. Давай, зайка моя. Ну, вот и все, мои хорошие. День подошел к концу. В общем-то, за эти два дня я сделала все, что запланировала. Все свои дела поделала. Настюшка поехала домой. Забрали ее. Начали мы с Настей вроде бы как делать картинку. Я говорю, давай хочешь вот эту картиночку можешь сделать. Самостоятельно. Она сделала только одно ушко. Потом говорит, я больше не хочу. Я говорю, а что тебе не интересно? Она говорит, ну это сложно. Это вот для взрослых. Я бы детскую. Я говорю, а чем она детская отличается? Она говорит, ну здесь очень много цветов. циферки какие-то, знаки. В общем, не захотела. Я говорю, ну может быть, потом захочешь. Или я говорю, могу сделать ну, могу сделать ее сама без тебя. Она делает сама без меня. Я не хочу. В общем, короче говоря, вообще это занятие, конечно, требует усидчивости. Ну и желания, конечно. Ну, я смотрю, у Насти желания особого нету. Ну, нет, так нет. Значит, пускай делает ребенок, что хочет. Хочет она там, кувыркается, телевизор смотрит. А я сделаю эту... Это котенок, она сказала. Котенок. И там, видимо, клубнички или что-то у нее в руках. Ну, скорее всего, когда я уже закончу картинку, тогда уже пойму, что у нее в руках. Вот. Костюмчики понравились родителям. Она прямо делала вот этот бриджики костюмчик. И пошла домой в этом костюме. Понравилось. А сын уже говорит, я знаю, какие там футболочки. Я говорю, положила сумочку в футболочке еще две. А знаю, говорит, там одна с зайками, не, одна с котятами, на другой зайчик нарисован. Я говорю, откуда ты знаешь? Он, да я смотрел видео. Я говорю, молодец. Я говорю, ну не скроешь. Сюрприз не получается. Вот. Ну, на самом деле, все понравилось. И мне тоже понравилось. Вот эти костюмчики прям как раз ей сейчас по размеру, по росту подходят. У нее 120, костюмчики на 122. То, что нужно. В самый раз. Вот. Все, мои хорошие девочки. Чехлы пошили. Хорошие чехлы. Чехлы прям подошли, оделись. И мне просто приятно, что теперь вот уже мне не нужно эти спинки закрывать, диванов. И сегодня я даже в шкафу порядок навела. Ой, сегодня такой длинный день. Мне кажется, что в шкафу я убирала еще давно. А это было сегодня утром рано. Вот. В общем, все сделано. Все прекрасно. Все отлично. Что я буду делать завтра? Я еще не думала об этом. Но завтра будет следующий день. Будут новые дела. Если будет что-то интересное, то я буду снимать. Если я ничего не буду делать, просто отдохнуть захочется мне, то, значит, отдохну, не буду снимать. Но я хочу с вами на этом попрощаться. Пишите комментарии. Кому понравились костюмчики Настины. Ну, уже многие написали еще там, но еще не видели вы их уже на Насте одеты, эти костюмчики. В общем, в любом случае пишите комментарии. Я комментарии все читаю, отвечаю с удовольствием. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ставьте лайки обязательно. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok